Несмотря на солидный возраст, некоторые находки неплохо сохранились. Один из самых любопытных экспонатов – фигурный сосуд в виде быка. Фемиамтеи – так называли эти сосуды древние греки. С их помощью жители просили у богов богатый урожай. Вот в эту чашу закладывалось нечто, что поджигалось, сгорело. Наверное, появлялся какой-то дым, приятный запах. Если посмотреться, то на стенках этой чаши видны среди копоти. Есть и вещи покрупнее. Три пифоса археологи буквально собирали по кусочкам. Это специальные емкости для хранения продуктов и жидкостей. Особо крупные использовались даже в качестве жилья. Например, всем известная бочка диогена. Такие каменные плиты обычно встречаются в курганах. По предварительной версии, этот круг – жертвенник. С его помощью задабривали богов подземного мира. Естественно, все жертвы были мирными. Вино, пшеница, фрукты, овощи. Жертвенники типа СХ у нас время от времени обнаруживались. При раскопках, как я уже сказал, как правило на курганах и на могильниках. Но вот сам факт, что это жертвенник, связанный не с погребальным обрядом, а именно с занятием жителей посредине и средским хозяйством. Остальные артефакты сейчас находятся в архиве Анапского археологического музея. Их необходимо зарегистрировать и пронумеровать, а также придать некоторым находкам, что называется, музейный вид. Все эти экспонаты планируется включить в экспозиции лишь в следующем году.